24 июля фонду Ульяновской культурной столице исполнилось 5 лет. Как все начиналось и что за это время сделано уже, сегодня нам расскажет директор фонда Татьяна Александровна Ившина. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Расскажите вообще, как родилась идея создания фонда? Ну, тоже интересная история, потому что с 2011 года я работала советником губернатора по вопросам культуры. Мы в 2011 году провели первый международный культурный форум. Губернатор, вдохновившись, так скажем, такой площадкой, стал все больше и больше говорить о каких-то новых задачах, о новых проектах. И тогда стало понятно, что нужна команда людей, которые могли бы это реализовывать. Все-таки в условиях министерства это немножко другой функционал, это, так скажем, законодательно закрепленный определенный объем полномочий. А когда ты работаешь в более свободном формате, когда все-таки в основе стоит творчество, идеи, проекты, одному человеку очень сложно это делать. И это показал и первый форум, что, конечно, не хватало, может быть, такой вот команды, которая бы наработанный материал могла бы дальше те контакты, эти связи, то взаимодействие, которое появилось с разными структурами, притворить в какие-то дальнейшие шаги и так далее. И вот, собственно говоря, в начале 2012 года Сергей Иванович поставил задачу. Это тоже был первый опыт, первая практика, потому что до этого в субъектах Российской Федерации были, ну, самый известный, наверное, это Российский фонд культуры, такая большая махина, громадина. Российский, да? То есть российского уровня такие структуры были. В регионах практически вот таких структур не было. И мы действительно писали очень тщательно устав этого фонда. Нужно было не повторяться, не дублировать функции конкретного учреждения, органа исполнительной власти. Нужно было понять, какую нишу может занять фонд и какой деятельностью может заниматься. И, в общем-то, вот так получилось, что действительно к середине лета устав был рассмотрен, утвержден. Он у нас учредитель правительства Ульяновской области, поэтому это шло через распоряжение правительства региона. И фонд так полноценно уже вот к вторая половина 2012 года уже заработал, были набраны первые люди, сотрудники. В общем-то, наверное, это был такой принципиальный подход. Мы брали молодых людей, старались, чтобы средний возраст сотрудников был 20-30 лет. Но они были креативные, так что... Да, там критерий был один. То есть не столько стаж и опыт, сколько желание придумывать какие-то проекты. И, наверное, что еще, наверное, было самое сложное, нужно было подобрать людей, которые готовы были не только сами что-то придумывать, но еще и создавать некие условия для того, чтобы те люди, у которых тоже есть идеи, но они не являются сотрудниками фонда, имели возможность себя реализовать. Себя лично, как творческая единица, свои проекты, которые для уже там какого-то количества людей. И вот, собственно говоря, с этого момента, когда сформировалась первая команда, мы начали думать вот как бы сферу своих приложений. Ну, сильно раздумывать было некогда. На подходе был второй международный культурный форум в сентябре 2012 года. Шла к нему уже активная подготовка. Поэтому, собственно говоря, фонд, его создание, его учреждение, это просто оформление, наверное, той команды, которая уже сложилась, которая готовила этот форум. И, собственно говоря, основные итоги 2012 года, наверное, это, я скажу, что это все-таки такой уже профессиональный подход к проведению крупного культурного события, международного культурного форума. 2012 год – это год, когда мы открыли квартал 2 ноября, то есть это вот… То есть в этот же год. В этот же год, да. То есть им тоже 5 лет. Да, будет в ноябре, да, готовимся. 2012 год – это год, когда мы начали поддерживать и понимать, зачем мы это делаем. Такие проекты, как, например, первый фестиваль моды и дизайна «Симбирский стиль», то есть творческие предприниматели начали видеть в нас партнеров. Партнеров, понимающих, что к нам можно обратиться и получить какую-то поддержку административную, финансовую, хозяйственную и так далее. Это первый год, когда мы провели большой фестиваль «Город творчества», где собрали всех рукодельников региона, не только города Ульяна Сканова. У нас участвовала и Инза, и Димитровград, и Барыш. Это те люди, которые еще не являются предпринимателями, но очень много вещей интересных фондмей делают и готовы уже это продавать. То есть не только для себя, для личного пользования и для своей семьи, но и уже, получив определенный опыт, интерес, так скажем, готовы были продавать это. И, наверное, 2012 год – это первые арт-базары, которые мы проводили не только в рамках «Города творчества», тогда с московскими партнерами, но и с этим сообществом. Я считаю, что, наверное, мы правильно для себя определили вот эту нишу, что это не только и не столько культурные проекты, для этого есть огромная инфраструктура культурных учреждений, Министерства культуры, Управления культуры, сколько сделать акцент на тех людей, которые занимаются творчеством как предприниматели, как индивидуальные творческие деятели. И вот, наверное, с этого и пошла наша вот такая жизнь фонда. Ну, а в целом, пять лет же все-таки прошло. Давайте итоги пятилетки подведем, что получилось, что нет. Ну, я считаю, что мы практически вот за эти пять лет знаем всех, кто на территории нашего региона занимается творческим предпринимательством. То есть это за пять лет действительно мы вышли на разные сферы деятельности, кино, дизайн, архитектура, рукоделие, ремесло, фотография. То есть эти люди все теперь в сфере нашего внимания. Ну, я, конечно, не даю голову или там руку на отсечение, что точно мы каждого индивидуально знаем, но, по крайней мере, основных игроков на этом поле, как начинающих, так и уже состоявшихся, мы их всех знаем. И мы понимаем, чем мы можем быть полезны друг другу. То есть этим людям нужна реклама, продвижение своих товаров, работы, услуг. Этим людям нужно образование, нужны новые знания, как себя продвигать, как рекламировать. И, наверное, вот последние пять лет мы, так сложилась система и образовательных программ, и различных мероприятий, событий, которые дают возможность продвигать творческих бизнесов. Что получилось? Ну, я считаю, что если мы в этом году взялись за создание нового креативного пространства, то опыт квартала все-таки больше успешный, чем нежели считать неуспешным. Поэтому создание нового креативного пространства в Димитровграде, а мы его откроем тоже как раз к ноябрю 2017 года, ну, по крайней мере, надеюсь, что строители не подведут, говорит о том, что пятилетний опыт нашего первого пилота, маленького, небольшого, на 500 квадратных метров, все-таки он показал востребованность данной площадки, необходимость как место, где можно начать свой бизнес, где место, где можно встретить динамышленников, место, где можно экспериментировать, не боясь там Окрикова, более старшего товарища или там кого-то еще. То есть я считаю, что, наверное, будущее за такими пространствами, они должны быть разными. Да, но вот сейчас в Димитровграде мы делаем там 2500 метров, и при небольшой реконструкции будет более 3000 метров. То есть это уже есть где как бы развернуться. Но есть перспективы и по новым пространствам в городе Ульяновске, и, наверное, результатом за пять лет я могу сказать, это создание частных креативных пространств. Это и Хаб Кафе, и вот сейчас Art Free, Радищева и другие, которые появляются, к которым мы никакого отношения не имеем, но сам факт их появления, мы считаем, что это как бы ответ на ту работу, в том числе, которой мы занимались. Вот это, наверное, все-таки плюс. Что результатом можно сказать за пять лет? Я думаю, что те имена, которые приехали в Ульяновск за эти пять лет, имена из мира культуры, искусства, культурной политики, которые при других обстоятельствах, возможно, бы в Ульяновск не попали, и мы их не услышали, не увидели, не могли бы задать им вопросы, не могли бы стать с ними, создать какие-то партнерские проекты. Я думаю, что это тоже результат работы фонда, потому что и Ирина Антонова, и Михаил Петровский, и Хворостовский, и Золотая маска, которая пришла в Ульяновск, это те имена, те структуры, которые появились здесь благодаря фонду Ульяновск культурная столица. Мы их звали, мы их приглашали, мы делали все, чтобы они приехали, не просто в качестве туристов, а в качестве полноценных партнеров, организаторов, экспертов, иногда учителей, потому что они проводили мастер-классы, они проводили лекции, они проводили концерты. Золотая маска не только показывала спектакли, но еще очень важный процесс, как мы говорим, закулисный, это профессиональное общение и тех труб, которые приезжали. Даже просто одно перечисление тех театров, которые сюда приехали благодаря Золотой маске. Я думаю, что это не только удовольствие для профессионалов, это в первую очередь удовольствие для зрителей, для любителей театрального искусства, которые не имеют возможности выехать в Москву, в Санкт-Петербург, в Екатеринбург, в Мурманск, чтобы увидеть эти коллективы. Я считаю, что это, конечно, тоже результат нашей работы. Я думаю, что результатом работы фонда и всего его коллектива стало, безусловно, международное культурное сотрудничество, причем не только на уровне «приехала выставка из Италии» или «приехал тайваньский музыкант», но и на уровне вовлечения Ульяновска в сообщество творческих городов и творческих бизнесов. Это, конечно, участие в программе «Креативные города ЮНЕСКО» и тот факт, что пока на сегодняшний день Ульяновск является единственным российским городом, вошедшим в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Даже сам факт объявления об этом стало, я считаю, знаком признания Ульяновской области. Это произошло 12 ноября 2015 года на Питерском международном культурном форуме, когда Ирина Бокова, генеральная секретарь ЮНЕСКО, выступая на пленарном заседании, в первом ряду сидел президент Российской Федерации, в первом ряду сидел министр культуры, объявила о результатах включения новых городов в эту сеть. Это произошло накануне 11 декабря, а 12-го она поздравила нашего президента с тем, что один российский город, город Ульяновск, вошел в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Да, это большая честь. Я думаю, что это было приятно и президенту страны, я думаю, что это было приятно всему культурному сообществу Ульяновска, нашему руководителю Сергею Ивановичу Морозову, потому что, во-первых, это признание на международном уровне, то есть то, что мы делаем, значит, интересно и соответствует тем направлениям развития культуры, общества, которые поддерживают эту международную организацию, организацию объединенных наций по вопросам образования, культуры, науки, ЮНЕСКО. Поэтому, конечно, это результат за пять лет, тем более, что это был процесс очень интересный, нужно было объединить огромное количество ресурсов, территории, города, отдельных творческих людей, государственных учреждений, институций, с тем, чтобы подать коллективную заявку, объяснить, почему мы считаем себя достойными вхождения в эту сеть, что мы можем такого предложить 116 городам мира, которые входят в эту сеть, а это 52 страны, причем все континенты, Австралия, Южная Америка, Европа, Азия, почему мы можем быть интересны другим городам, и, конечно, это было непросто, это было очень интересно, это очень было увлекательно, но сейчас, заходя на сайт какого-то из этих городов, любого из этих городов, по ссылке я могу зайти и узнать, что в сети находится российский город, Ульяновск, там есть наша страничка, и это тоже результат, что о нас, вот благодаря вхождению в этот проект, то есть не только мы о них знаем, но и они о нас стали знать, поэтому, конечно, это результат. Я думаю, что результатом стало то, что за пять лет мы от чисто такой вот культурной деятельности, это было в основе записано устав, что мы способствуем различным новым течениям в культуре, и в культурной политике, в области искусства. Мы постепенно все-таки менялись, и последние два года мы очень серьезно занимаемся вопросами, инвестициями в культуру. Да, инвестиционная политика в Ульяновской области вообще у нас. Конечно, это очень важно, чтобы для развития культуры использовались не только государственные средства, но и частные средства. И поэтому я очень надеюсь, что мы в сентябре, накануне форума, откроем первый книжный магазин, который построен, будет частным инвестором, и именно как отдельное здание, а не аренда где-то в торговом центре. Хотя я понимаю, что книжных магазинов должно быть много и разных, и они должны быть и в Аквамоле, и в Пушкаревском кольце, и в самолете, но они должны быть еще и в шаговой доступности. И вот этот проект создания книжных павильонов в шаговой доступности, первые два павильона в этом году мы открываем, и очень надеемся, что все-таки пройдя этот путь строительства этих книжных павильонов, а это все равно, что построить маленький домик, процедура в нашем забюрократизированном государстве очень действительно сложная. А чем он отличаться будет от других сетевых магазинов? Ну, во-первых, он действительно небольшой, он шаговой доступности, он первые два расположены за Свиягой в Новом городе в спальных микрорайонах, то есть мы привыкли, что в шаговой доступности у нас или хлебная лавка, или табачный киоск, ну или в лучшем случае газетный киоск, да. А вот появление книжного павильона, во-первых, даже на этой небольшой площади, там около 40 метров площадь киоска, мы очень надеемся, что будет небольшая зона, где не только стоят книги или там сопутствующие товары, констовары, то есть то, что можно купить школьнику, студенту, но и там все-таки будет небольшое место, где можно будет посидеть, где будет Wi-Fi, где можно будет подзарядить телефон, где можно будет что-то услышать. И вот мы надеемся, что даже в рамках форума мы постараемся привезти в эти маленькие книжные магазины, куда там вмещается, может быть, 10 человек, даже писателей, чтобы с ними можно было пообщаться. И, конечно, следующий шаг – это развитие территории вокруг него, то есть это, возможно, какой-то небольшой, даже маленький читальный зал около книжного вот этого киоска, чтобы люди могли просто присесть, отдохнуть, мама с коляской, полистать книжку новую, и потом ее приобрести. Может быть, даже в этих книжных магазинах появится и полгого кроссинга, то есть что-то взял с собой, что-то принес, отдал. То есть это все равно культурная точка, понимаете? То есть вот эта задача, мы когда изучали опыт наших регионов, нас очень порадовал такой проект в Иркутске «Продлит», компания, которая открыла 53 книжных магазина в области за год. То есть это компания, сетевой магазин по продаже литературы. Ну, это во всех районных центрах, в городских центрах они открыли. То есть получается, что нужны такие инициативы. Сегодня такой интерес к печатной книге, и тиражи не падают, тиражи растут сегодня книжных печатных изданий. Но я не исключаю, что в этих книжных магазинах можно будет купить и ридер, и узнать какую-то информацию, заказать книгу через интернет, а получить ее в этом книжном магазине, и все это рядом с домом. Ну и еще разные направления, например, открытие книжных магазинов в библиотеках. Казалось бы, конкуренция, да, то есть здесь бесплатная книга, здесь платная, но это даст возможность приходить совершенно новой категории людей в библиотеку, те, которые раньше проходили мимо, но которые формируют свою книжную, личную библиотеку, и поэтому они сегодня могут прийти в эту библиотеку. Поэтому мы вот с большим издательским холдингом Эксмо, АСТ, такой затеваем проект, называется BIM, библиотека издательства магазин, приближая тем самым возможность приобрести нужную книгу или выкупить опять заказанную книгу онлайн именно вот в этих небольших книжных магазинчиках, которые откроются в библиотеках. Пока в планах пять таких библиотек. Но это в Ульяновске будет? Да, это и Ульяновск, и Димитровград, и Инза. То есть мы как бы на три города пока планируем. Но, возможно, если это дальше опыт пойдет и будет интерес, то это и дальше может развиваться. Поэтому мы занимаемся, например, вместе с Министерством культуры проектом строительства цирка, это большой многомиллиардный проект, и в то же время маленький книжный магазин, для того, чтобы его открыть, нужно 200-300 тысяч потратить. То есть для нас важны любые инвестиции, неважно, большие они или маленькие. Главное, чтобы частный бизнес сегодня вкладывал средства в развитие, как мы говорим, культурной инфраструктуры. А вот кто из инвесторов приходит к нам? Это наши местные или это из других регионов? Здесь и то, и другое. Например, книжные павильоны мы делаем с нашим предпринимателем Ульяновским, который много лет занимался книжной торговлей. В свое время у него были большие книжные магазины, но потом это все стало уменьшаться, потому что для наших властей и для предпринимателей, кто держит торговые центры, для них без разницы. Книгами ты торгуешь, водкой, табаком, арендная ставка одинаковая, условия аренды одинаковые. Поэтому, конечно, книжные магазины оказались неконкурентными в этой борьбе за выживание. И сеть книжных магазинов советского времени, как шагреневая кожа, просто уменьшилась несколько раз. И вот сейчас и на российском уровне, и на региональном уровне мы стараемся найти те механизмы, которые бы позволили все-таки поддержать книготорговую отрасль и дать ей новый шанс к развитию. И вот такие механизмы позволяют работать и с местным бизнесом, и с федеральными крупными игроками. Я вот назвала, например, холдинг «Эксмуэстэ», это крупнейшее российское издательство, один, наверное, из двух самых крупных игроков на этом рынке. Поэтому и они к нам приходят, и местные предприниматели участвуют в этой программе. Очень хочется запустить, надеюсь, что мы с сентября его запустим, такой образовательный курс, называется «Открой свой книжный». Это для предпринимателей Ульяновской области, с тем, чтобы показать и рассказать возможности книготоргового бизнеса, показать преимущества, показать бизнес-модель, по которой может существовать этот книжный магазин. И кто знает, может быть, среди новых появляющихся предпринимателей окажутся те, кто завтра будет владельцами большой сети книжных магазинов. А курсы будут проходить в креативном пространстве, в квартал. Поэтому это тоже результат, наверное, нашей деятельности. Но и постепенно, вы видите, мы немножко так тихим сапом проникаем и помогаем, наверное, менять наше пространство, традиционное, такие как Дворганчарова. То есть проект, которому три года. И мы благодарны руководству музея за готовность с нами сотрудничать, потому что, безусловно, это было бы невозможно, если бы музей сказал «нет, это наша территория, не сметь туда заходить». Поэтому те маркеты, которые мы там проводим, концерты, громкие чтения, выступления музыкантов, писателей, это нам даёт возможность реализовать те желания, тех творческих людей, которые к нам обращаются и которые хотят себя показать, но, может быть, они ещё пока не доросли до площадки областной филармонии или театральных подмостков. А вот в таком пространстве, более свободном, так скажем, они очень гармонично и органично смотрятся. Мы предлагаем сегодня нашим партнёрам, например, кинотеатру художественной, некие новые форматы деятельности кинотеатра. Художка переживает не самые лучшие времена. Рядом мощные конкуренты, многозальники, которые держат большой ассортимент кинофильмов, имея там семь, пять, семь залов. И, конечно, художка с одним залом, ну, так скажем, немножко как бы сегодня... Она потерялась, мне кажется. Потерялась, да. Нужно искать своё лицо. И поэтому различные программы, вот сейчас, например, цикл лекций архитектуры кино, когда молодой архитектор использует эту площадку для того, чтобы проводить вот кинолекторий на очень актуальную тематику, связанную с историей нашего города. Да, на первой встрече было 25 человек, на второй, там, 45 человек, может быть, на третий будет 50. Но самое главное, что те люди, которых эта тема интересует, они будут знать, что именно на этой площадке можно не только посмотреть хорошее кино, но и услышать такую кинолекцию. Поэтому кинотеатр художественный, двор Гончарова, это вот как бы две новых территории, которые одна раньше, другая, чуть позже, тоже в сфере нашего внимания лежит сегодня. И команда квартала работает не только на Ливино-78, но и на... По всему городу уже. По всему городу, да. Есть еще в перспективе новые площадки, к которым мы подступаемся. Это и такое пространство, которое всем тоже известно, так называемый дом художника Гончарова. Тоже Союзу художников нужна помощь в том, чтобы его отреконструировать, привести в порядок, и, конечно, чтобы здание отвечало своему назначению. Пока там какие-то точки непонятные, торговые. Действительно, запрос есть. И у ремесленников, у художников, у дизайнеров, у фотографов есть в том, чтобы находить свой офис в центре города. И, конечно, дом художника бы отвечал этому запросу как никакой другой. Но зданию 40 лет не было капитального ремонта, поэтому, конечно, без инвестиций здесь не обойтись. И нас даже не смущает собственность этого здания. Это собственность творческой организации Российского Союза художников. Но я думаю, что мы с господином Ковальчуком найдем все-таки взаимовыгодные варианты. И вот наша задача как раз искать ту финансовую юридическую модель, которая бы позволила собственность общественной организации привести инвестора, чтобы инвестор был при своем интересе и здание бы получило новую жизнь. И чтобы еще это было удобно и комфортно новым резидентам, новым предпринимателям, которые там будут находиться. Таких проектов несколько. Это вот наши уже как бы перспективы. Но это как раз иллюстрация того, что в сфере наших интересов, нашего фонда, лежат как раз такие структуры, которые не государственные, о государственных есть кому заботиться, да, есть органы власти, министерства, а те, которые несут достаточно важную миссию, социальную, культурную, но находятся или в частной собственности, или в общественной собственности. И, конечно, нам очень сейчас важно выявлять наши сильные стороны, понимать, где, какие могут быть направления перспективные, потому что это связано и с образованием, потому что под запрос общества меняется и запрос на образование, и то, что, допустим, наш традиционный педагогический университет все больше и больше открывает специальности в сфере культуры. То есть вначале это так робко было музееведение, туризм, да, а сейчас это уже такой серьезный блок гуманитарных специальностей, социокультурная деятельность, даже продюсирование творческой деятельности. То есть это реакция современного университета, который видит, какой есть запрос и пытается вводить новые программы, новые специальности в своем университете. Это и технический университет наш, который тоже последние, наверное, так лет 5-7 очень серьезно усиливает свой культурный гуманитарный блок. Это и переводческие различные специальности, и пиар, и реклама, дизайн. Поэтому, конечно, нам эта тема очень важна, и мы очень серьезно работаем с университетами, с тем, чтобы синхронизировать наши действия. Потому что, например, та программа, которую мы третий год ведем, кадры новой культуры, она как раз ориентирована на то, чтобы вот молодых людей, выпускников вузов, обычно это там 3-4 курсы, бакалавриат, это студенты старших курсов, техникумов, иногда таких специальностей, которые не напрямую не относятся к культуре, но у человека есть внутренняя потребность реализовать себя именно в культурной деятельности. И мы помогаем молодым людям за полгода такого активного внедрения в культурную деятельность, в проектную деятельность найти себя. И, знаете, молодые люди со специальностью, например, даже юриспруденция или экономика, они приходят в наши учреждения культуры, они вливаются в наши проектные команды и связывают свою жизнь с культурой. То есть, возможно, не очень удачно человек выбрал вуз, когда он поступал, когда ему было 17 лет, слушал папу, маму, а не, может быть, не свое сердце, а душа все равно лежит больше к этой деятельности. И вот программа кадровой культуры, когда мы знакомим с культурной деятельностью, с культурными институциями, прямо конкретные экскурсии по театрам, по музеям, причем не только с парадного входа, но и, как мы говорим, из-за кулисья или там из-за пасника музея. И люди понимают, что он всю жизнь мечтал работать в театре, а не заниматься там вопросами регионоведения, и человек совершенно на другой специальности вдруг поворачивается и приходит в культуру. А как оказывается, он умный, креативный, способный, а нам как раз такие нужны в сфере культуры. Вот вы уже затронули тему кино, про кинотеатр художественных говорили, но вот сегодня у нас в регионе идут съемки телесериала «Морские дьяволы», и вы причастны, как я знаю, фонд к этому тоже. Ну, самый главный человек, который к нему причастен, это, конечно, Сергей Иванович Морозов, потому что именно он в декабре прошлого года, то есть всего полгода назад, услышав об инициативе «Кино России», с которой вышло Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения, практически не раздумывая, сказал, что это очень интересное направление, и почему бы в Ульяновской области в этом не поучаствовать. И несмотря на то, что у нас еще только завершается формирование нормативной базы, так случилось, что первая кинокомпания Санкт-Петербурга, «Гамма Продакшн», зашла на территорию Ульяновской области, увидев вот такую открытость, готовность к сотрудничеству, заинтересованность в сотрудничестве, и действительно в это воскресенье начались 30 июля первые такие полноценные съемочные дни телепроекта, которые они делают по заказу канала НТВ, это новый сезон телесериала «Морские дьяволы. Рубежи Родины». И вот проходит уже неделя, заканчивается неделя первых съемок, и мы видим, что на съемочной площадке вместе с известными актерами режиссерской группы, постановочной группы работают наши ульяновские артисты, работают молодые люди, которых набрали в технические службы, в технический персонал, работают ассистентами, работают гримерами и так далее. То есть, может быть, завтра этих людей мы увидим в каких-то громких, больших телепроектах, они вот так случайно, может быть, связав свою судьбу с кино, окажутся в орбите, так скажем, большого кино. Трудно сказать, насколько этот проект будет жизнеспособным, хотя я честно признаюсь, что пока очередь желающих не стоит, вот такая, знаете, и мы хотим в ульяновске снимать, и мы хотим снимать, но кинокомпании приезжают, у нас была и компания «Русские», всемирная студия, и была компания «Медиа-студия», то есть, другие телепроекты, кинопроекты, которые узнавали, присматривались, смотрели, ждут очень вот наши нормативные базы, завершенные уже, принятые, утвержденные. Я не исключаю, что завтра мы будем снимать не только вот такой военно-патриотический фильм про морских дьяволов, но и различные мелодрамы, любовные истории, молодежные там какие-то, может быть, триллеры, хорроры и так далее. Потому что Москва и Питер уже, наверное, перенасыщены вот этим количеством и съемочных площадок, и тех мест, где снимаются фильмы, а сегодня они все больше уходят из студии, а снимаются на натуре, в каких-то, особенно там, где много использованы природы, природных локаций. Мы интересная территория, по крайней мере, вот первый опыт кинокомпании, которая в нас заинтересовалась, им интересны наши локации, им интересны те ресурсы, которыми мы обладаем. Это, конечно, и мосты через Волгу, это какие-то объекты, наша инфраструктура, это наличие здесь военных частей, ну, это вот специфика данного фильма. Конечно, если мы будем дальше расти, развиваться, будут появляться новые у нас компании, которые оказывают какие-то дополнительные услуги, мы сформируем базу данных не только артистов, но и специалистов, сценаристов, операторов, режиссеров, гримеров, каскадеров, не знаю, там еще кого-то, то, конечно, нарабатывая этот багаж, мы все больше и больше будем привлекательными, и в понимании кинопродюсеров мы будем становиться кинематографическим регионом, как Крым, как Москва, как Санкт-Петербург сегодня. Поэтому это тоже творческие индустрии, это кино, это креативная индустрия, поэтому, безусловно, фонд стал участником кинокомиссии, и мы вот сегодня такое оказываем содействие. к кинопроизводству. Это не значит, что те группы или творцы, которые занимаются кинопроизводством в Ульяновске, окажутся за бортом. Я думаю, что сейчас мы разрабатываем как раз такие механизмы, чтобы государственную поддержку получили местные кинокомпании, которые, или там, творческие группы, которые снимают кино. Я думаю, что должно быть место и большому, крупному кино, и маленькому. Но вот маленькое, или как региональное кино, как мы называем, оно сможет развиваться, если рядом будет большое кино сниматься, если будет индустрия, если будут объемы и так далее. Потому что вот такой простой пример, как говорится, экономический, но очень показательный. Современная кинокамера, на которой сегодня снимается кино, стоит 60 тысяч евро. средний период ее окупаемости 3 года, хотя она будет работать там 5, 7, 10, 15 лет и уже как бы в плюс. Но окупаемость при, такая достигается за 3 года, если у этой камеры 250 съемочных дней в году. Уже подсчитаны. Ну, то есть это получается практически 3 четвертых года камера должна работать. То есть если ульяновская компания закупит такое оборудование, то представляете, какое количество фильмов должно сниматься в Ульяновске, чтобы камера была востребована. Поток просто. Конечно, конечно. То есть поэтому компаниям, которые работают в Москве и в Питере, это легко сделать. Одновременно там в Питере снимается 5-7 фильмов одновременно. Да, и, конечно, большой спрос. Ну вот посмотрим, если кинокомпаниям действительно понравится ульяновске работать и получится вот это сотрудничество, возможно, и завтра будут появляться компании, которые будут предоставлять специализированный транспорт, специализированное оборудование, специалистов, которых не надо везти из Москвы и из Питера, которые будут здесь работать на месте. А у нас здесь в регионе появятся новые рабочие места, достойная заработная плата, заинтересованность молодежи в том, чтобы не уезжать в Москву, потому что можно реализовать себя здесь. То есть, собственно говоря, ради чего это все и делается. Ну, приближается сентябрь, а в сентябре у нас традиционно проходит международный культурный форум. На этот раз он седьмой вроде бы, да? Да, седьмой. Какая тематика его будет и в каких числах он будет проходить? На каких площадках? Действительно, седьмой форум, седьмая тема, хотя каждый год темы немножко разные, но в этом году тема культуры и бизнес, и это тоже понятно, потому что идет год предпринимательства в Ульяновской области, и мы все больше и больше находим точек пересечения с бизнесом. То есть, не только как заказчик и подрядчик, не только поддержкой развития творческих предпринимателей, но сегодня это уже немножко новая плоскость наших отношений. Формирование творческого капитала современного города. Вот так расшифровывается наш название форума. Он пройдет 14-15 сентября, два основных дня, хотя весь август и сентябрь будут уже происходить события, которые так или иначе связаны с темой форума. Например, уже в эти выходные, буквально через неделю, 12-13 августа, у нас пройдет проектный семинар в партнерстве с Центром прикладной урбанистики со Святым Муруновым. Называется «Креативная индустрия Ульяновска. Чего не хватает в Ульяновской области». Этот семинар связан в первую очередь с объявлением нового года, тематического года в Ульяновской области, Год умных технологий и креативных индустрий, который сейчас готовится на 2018 год, и с запросом от этого сообщества на создание ассоциаций креативных индустрий. То есть предприниматели поняли, что нужно объединяться для того, чтобы достичь каких-то целей и результатов. И такой же семинар пройдет в конце августа. В начале сентября с 8 по 13 пройдет большая молодежная киномастерская «Кинокван Тульяновск». Это когда люди, у которых есть предрасположенность работать режиссером, сценаристом, продюсером, световым режиссером, артистом, помощником режиссера, могут попробовать себя в рамках этой недельной киномастерской. Они будут снимать фильм, сами писать сценарий, сами снимать, сами его готовить к выпуску. И таким образом вот эти молодые люди, которые пройдут такую киномастерскую, потом будут приглашаться в различные кинопроекты, которые будут сниматься на территории Ульяновской области. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что именно этим вопросом будет посвящен форум. Основные площадки — это от творческого предпринимателя к сообществу креативных индустрий, это культура в развитии современного инновационного города. У нас город Ульяновск уникальный. Территория промышленной зоны Заволжья все больше и больше приобретает черты не промзоны, а города. Это технопарк, новая очередь которого строится, это новая гимназия, которая там будет заложена, университет. То есть это уже не просто улицы, кварталы, заводов, фабрик, пусть даже из очень современных, но это уже пространство, где человек начинает проводить очень большое количество времени. С учетом еще и перспектив жилищного строительства мы понимаем, что через какое-то время эта часть города станет просто городской территорией. А значит, это современный инновационный город. А значит, уже сейчас, пока он только проектируется, нужно уже думать об общественных пространствах, о комфорте и удобстве горожан, о том, чтобы наряду с технопарками или промышленными предприятиями там появлялось общественное питание и творческие институции. То есть, чтобы все элементы городской жизни одновременно, одномоментно появлялись в этом городе. Конечно, уже хочется, чтобы был единый культурный код, чтобы было какое-то позиционирование этого города, то есть название улиц, скверов, площадей, городских каких-то площадок. Вот в этой работе нам помогают наши партнеры, я надеюсь, будут очень серьезно помогать. Это и фонд Сколково, и агентство стратегических инициатив. И вообще у нас в этом году среди партнеров очень много тех, кого очень трудно отнести к сфере культуры. Сама тема форума «Культура и бизнес. Творческий капитал современного города» предполагает, что мы очень тесно работаем с малым и средним бизнесом. И поэтому наши партнеры, это, например, кафедра креативных индустрий Марсельской школы бизнеса или Гамбургский институт мировой экономики, который занимается тоже творческим капиталом, творческим индексом современных немецких городов. Это Российская академия народного хозяйства и государственные службы, кафедра ЮНЕСКО, кто занимается тоже креативными индустриями. То есть мы в партнеры привлекли такие организации, кто очень серьезно сегодня занимается творчеством, бизнесом на научной основе, на практической основе. Ну и, конечно, среди участников будет огромное количество представителей тех самых креативных индустрий из разных регионов страны. Мы взяли два таких вектора, две креативные индустрии, которые нас сегодня очень сильно интересуют. Это все, что связано с кино, поэтому эту площадку помогает нам делать ассоциация продюсеров кино и телевидения. И мы ждем достаточно приличный десант кинопродюсеров, в том числе и таких знаменитых или таких известных, как Тимур Бекмамбетов, Сергей Сельянов, то есть продюсеры, которые делают сегодняшние... такие фильмы, которые смотрят все. И, конечно, это индустрия, связанная с кино... книга распространениями, кинопродажами, книгопродажами. Поэтому нашим партнерам по-прежнему остается Российский книжный союз, медиахолдинг, прошу прощения, холдинг, издательский, Эксмо и АСТ. Очень надеемся, что вот к нам приедут представители книжной сети буквоед и продлит и Санкт-Петербург, и Иркутск, соответственно, для того, чтобы показать, какие еще могут быть механизмы взаимодействия общества, государства и книжного бизнеса по развитию книготорговой сети. Мы очень надеемся, что в рамках нашего форума мы постараемся раскрыть тему участия нашего национального парка «Сангельевские горы» в новой программе ЮНЕСКО, которая называется «Глобальные геопарки мира». К сожалению, пока в российских регионах нет ни одного такого парка, который был включен в эту программу, а, например, в Китае их уже более 30. Это вовлечение и использование национальных парков, вовлечение местных сообществ, вовлечение парков в туристические маршруты, чтобы национальный парк был не только закрытой территорией, которую мы сохраняем, оберегаем, но и как можно их использовать для того, чтобы и местные жители, и туристы знали об этих парках и могли с ними познакомиться. Поэтому эта тема в год экологии тоже для нас очень важная. Ну и, конечно, тема ЮНЕСКО, она одна из самых ключевых. Мы приглашаем к нам сюда не только руководителей этой организации, но и представителей креативных городов ЮНЕСКО. И сейчас уже Великобритания, Германия, Чехия, Польша собирают чемоданы, чтобы к нам сюда приехать и рассказать, как они свой город видят и делают творческим, в каких программах мы можем участвовать. И несмотря на то, что мы литературный город ЮНЕСКО, вот эта номинация литературы, это ничего не значит. Это значит, есть интерес и у дизайнеров, и у художников, и у музыкантов, и в сфере медиа, фотографии. То есть неважно, в какой сфере творчества ты работаешь. Главное, что ты получаешь уникальную возможность общаться с огромным количеством своих коллег профессиональных из разных городов. И иногда даже язык здесь не является преградой. Нужно только желание и готовность участвовать в разных проектах. Поэтому программа форума вот такая, Но она такая насыщенная. И всего два дня? Ну, повторюсь, что немножко что-то выйдет за рамки. То есть, конечно, книжный магазин мы откроем заранее, чтобы уже не бегать во время форума. Во время форума мы с нашим Центром кластерного развития и при поддержке ОСИ открываем точку кипения. Еще одно такое свободное пространство, где можно будет обсуждать самые разные вопросы. И надеемся, что Светлана Чупшева, директор ОСИ, примет участие в этой программе. Мы при поддержке нашего партнера Санкт-Петербургского культурного форума, а в этом году мы сотрудничаем в рамках нашей подготовки к нашему форуму, сможем побывать на публичной лекции Сергея Кузнецова, главного архитектора города Москвы. Мы приглашаем к разговору о развитии выставочных пространств в современном городе. И спикером будет Сергей Михайловский, ректор Академии художеств Санкт-Петербурга. Тоже уникальный человек. Я думаю, что очень будет интересная встреча. Представитель киноиндустрии, я думаю, что Тимур Бегбаметов не только примет участие в деловой программе, но и мы устроим творческую встречу для всех желающих, потому что пока очень предварительно, так, черновичком, он сказал, что возможно участие Ульяновска в следующих елках в феврале следующего года для нового сезона. И кто знает, может быть, среди потенциальных участников встречи с ним будут сидеть будущие артисты, которые будут принимать участие в съемках этого фильма. Мы очень надеемся, что та книжная ярмарка, которая пройдет в дни форума, даст возможность людям услышать вновь и Татьяну Устину, и Лену Чижову, Олега Роя, получить автограф и купить книгу этого автора. Мы очень надеемся, что, конечно, «Золотая маска», которая через небольшой перерыв год спустя снова возвращается в Ульяновск, и замечательный театр Маяковского из Москвы, государственный театр имени Волкова из Ярославля, из Карелии, кукольный театр, который привезут сюда золотомасочные спектакли, точно соберет своего зрителя. И хочу сказать, что билеты давно уже в продаже, и, по-моему, уже две трети билетов уже проданы. Поэтому, вот, обращая внимание слушателей, что поторопитесь, еще есть пока билеты. То есть, конечно, огромное количество художественных выставок, которые покажет «Золотая», прошу прощения, «Пластовская осень», не оставит никого равнодушных, потому что это и Москва, и Питер, и молодые художники из других городов. Вот такой прям, по-моему, там где-то больше, около десяти выставок открывается вот прям за неделю. Я думаю, что это надо просто потратить время и сходить и посмотреть на эти... В общем, отпуск надо брать, и ходить только по выставкам. Да, поэтому сентябрь, начало творческого сезона, мы всегда ознаменуем вот таким большим культурным десантом, которым будет интересно просто жителю Ульяновской области. Ну, а профессиональные деловые площадки форума, конечно, в первую очередь для профессионалов. Мы это делаем с одной целью, чтобы был конструктивный диалог между культурой и бизнесом. Только в сотрудничестве, только если мы понимаем друг друга и вместе работаем, наш город меняется. Другого не дано. Невозможно строить отдельно свое государство, там, культурное или предпринимательское, жить там в закрытых стенах. Только когда идет диалог, тогда появляются новые проекты, тогда возникает новая инфраструктура, тогда появляются новые события, которые мы ждем, которые нам нравятся, которые мы хотим, чтобы они происходили в нашем городе. Поэтому ждем вас всех. Спасибо большое, спасибо, что пришли. И до новых встреч. До новых встреч. До свидания.